Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии. И по совместительству сегодня у нас на календарях 1 сентября, значит мы с вами вступаем уже в осенний период, который обещает быть весьма интересным. Чтобы далеко не ходить, я думаю, что те, кто постоянно смотрит брифинги, знают в курсе, что сентябрь месяц у нас обещает быть очень жарким, потому что в этом месяце мы ждем сразу некоторые потенциальные действия со стороны целого ряда регуляторов. Нас интересует ФРС, сентябрьское заседание, мы знаем то, что Банк Англии тоже наскоро отметится, 8 сентября у нас заседание Европейского Центрального Банка, и мы уже нашли с вами основания, чтобы говорить о возможности новых стимулов уже и со стороны европейского регулятора. Резервный Банк Австралии заседает, здесь, правда, тоже есть, между прочим, вероятность новых экономических стимулов. Резервный Банк Новой Зеландии, Канады в конце месяца еще и внеочередное закрытое заседание ОПЕК, которое будет посвящено, опять же, обсуждению вопросов, связанных с текущими объемами производства, ну и выработке нефти. Поэтому на текущий момент у нас довольно-таки заряженный фундамент, мы знаем, к чему готовиться, мы понимаем то, что этот новостной фонд должен стать определяющим для большинства финансовых активов, и, разумеется, будем и дальше торговывать эти инфоповоды, поскольку понимаем, что более стоящего фундамента сейчас на рынке не найти. Готовимся к сентябрю, разумеется, каждой неделе будет для нас весьма интересно, не нужно сейчас покидать площадки, даже если были для этого какие-то основания, поскольку событий, как я уже отметил, очень много. Ну а теперь давайте, собственно, переходим к нашему традиционному сценарию. Начнем мы с динамики черного золота, как это делаем всегда. В частности, клоус вчерашнего дня по бренду 47 долларов за баррель. В целом можно сказать то, что нефтяной актив по итогам прошлой торговой сессии потерял около 4%. Конечно же, это много. И самое главное, это тот самый понижательный тренд, на который мы с вами настраивались, и то, что было необходимо нам. Цепляли за 48 долларов за баррель, знали, что как только мы пробьем эту поддержку, соответственно, двинем ниже. И сейчас картируемся уже действительно ниже этого рубежа. 47.10, а сейчас, я думаю, что это только начало, поскольку мы обрастаем новыми фундаментальными факторами, указывающими на то, что этот актив остается одним из аутсайдеров рынка. Теперь, что касается фундамента. Безусловно, сейчас мы смотрим за поведением доллара, поскольку знаем, что его сила, которую мы наблюдаем с прочими участниками финансовых рынков, оказывает понижательное давление на товарное сырье. И на текущий момент Brent действительно дисконтирует с точки зрения рисков бодрость американца. Доллар растет, и нефти приходится отступать. Сколько продлится это восходящее ралли по доллару, я думаю, что неправильно сейчас прогнозировать возможности подобного, скажем, сценария. Но хочется верить в то, что это ралли будет длительным, потому что мы следим за статистикой, как велел это делать американский регулятор. Если они ориентируются на макроэкономические данные, тогда мы тоже. И каждый отчет, который мы сейчас получаем, только усиливает представление о том, что действительно ФРС на пути повышения процентных ставок. Товарное сырье, золото, нефти от этого теряют, поскольку здесь снова вступает в игру привычная, логичная связка, то, что если растет доллар, значит и растут цены на те активы, стоимость которых номинирована как раз в американской валюте. Второй момент по бренду – это вчерашняя статистика по запасам нефти США. И мы сейчас говорим уже о том, что наши предположения были оправданы, то есть мы с вами оттолкнулись от, будем надеяться, оснований нового сформированного тренда увеличения запасов. На прошлой неделе мы наблюдали сопоставимые цифры, а сейчас уже запасы плюс 2,3 миллиона за неделю против прошлого 2,5 АПИ. И прошлая оценка также сигнализировала о том, что количество нефти увеличивается. То есть для всего рынка энергоресурсов это еще один тревожный звонок, ну, правда, не совсем системообразующего характера, но локально уж точно, который указывает на очень большое предложение, которое присутствует в рамках американской экономики, но мы транслируем отдельно запасы регионов, уже в общем оценивая картину по емкости углеводородов в мировой экономике. Вот что касается добычи нефти США, то здесь мы прогнозировали, что сможем увидеть увеличение, точнее снижение производства. На самом деле мы увидели рост на 60 тысяч, это не совсем то, что хотелось бы наблюдать, но я думаю, что расстраиваться мы не будем, поскольку в целом вот этот понижательный тренд, он еще не меняется. И мы понимаем, что если статистика по количеству буровых сохранит тренд увеличения, то будут предпосылки и для, соответственно, изменения ситуации, которая предполагает уровень добычи в рамках США. Сейчас трейдеры, которые специализируются на торговле углеводородами, цепляются еще и за другой новостной фон. Вы помните, что в начале недели мы с вами сделали акцент на то, что объемы выработки в Иране могут увеличиться, к примеру, до 4,75 миллионов баррелей в сутки. Это, конечно же, их амбициозный план и цель, которая может быть реализована. И мы помним то, что если растут объемы добычи в рамках Ирана, в Саудовской Аравии также не дремлет. Поэтому сейчас трейдеры уже прогнозируют, а не сможет ли Саудовская Аравия довести объемы производства примерно до 12 миллионов баррелей в сутки. Это очень много, конечно же. Но если такая тенденция сохранится, я думаю, что у них не будет, по сути, другого выбора. Поэтому мы с вами снова ставим на факт присутствующего, более емкого предложения на тот тренд, который уже был давно сформирован, связанным с расхождением спроса и предложения. Мы знаем то, что встреча, которая состоится в Алжире, не будет результативной для рынка энергоресурсов, потому что не будет никаких договоренностей. И мы продолжаем пользоваться поддержкой для нашей коллекционной идеи от сильного доллара. И судя по даже сегодняшней азиатской торговой сессии по паре юзиена, над которой мы отталкиваемся, как от барометра общего спроса на доллар, мы понимаем то, что американец, скорее всего, продолжит дальнейший рост. И если уж и в пятницу его позиции будут поддержаны сильным отчетом по Non-Farm Peril с американского рынка труда, тогда пара юзиена будет претендовать на уход выше 105 иен за доллар. Значит, товарному сырью придется уже, в частности, нефти смещаться в район 45 долларов за баррель. Это наша среднесрочная цель. Я думаю, что мы планомерно, но верно туда смещаемся. Также хочу отмечить, что сегодня утром вышли данные по индексу производственной активности Кайкин, Китая, по производственному сектору. Это важно, поскольку именно по состоянию этого сектора экономики мы можем судить о будущих темпах экономического восстановления Китая. В частности, статистика плохая. 50 ровно против прошлого 50 и 6. Я думаю, что спустя месяц мы снова окажемся ниже вот этой планки, которая отделяет восстановление от спада. То есть Китай по-прежнему несет много, на мой взгляд, системных экономических рисков для мировой экономики. И если ситуация будет усугубляться, то есть если жесткая посадка продолжится, тогда мы снова будем переписывать минимальные уровни по рисковым инструментам и введите спрос на защитные активы. Но сейчас я не хочу транслировать эту идею в качестве поддержки для той же самой иены и франка, потому что здесь против долларов особенно есть, скажем, триггер внутренний, который сейчас позволяет закрыть глаза на внутренний фундамент. И этим триггером является как раз очевидный рост американцев. Вот эту идею мы с вами и продолжим отыгрывать. По бренду резюмируем. Если фундаментальная картина складывается в пользу нашей идеи, так давайте снижаться вместе с этим инструментом и дальше. 45, я думаю, что уровень не загорает. 65,26 пара USD RAP. Здесь я думаю, что сегодня мы можем смело настраиваться на то, что пара окажется выше 65,50, может быть даже начнет смещаться в район 66. Поскольку резкое ослабление нефти, как таковое, в том числе и российские трейдеры еще не отыграли, рынок как только откроется, они ринутся в бой, и мы будем наблюдать девуляционный уклон курса рубля в пользу наших старых идей, которые предполагают неизбежность ослабления курса российского валютного актива, исходя из тех проблем, которые как домоклых меч сейчас нависают над российской экономикой. И мы понимаем, что искусственная корректировка курса это самый, наверное, правильный шаг, на который сейчас может пойти Центральный банк России. Но и также мы в курсе, что впереди важный политический вопрос, выборы, и это фактор, который будет сдерживать резкую девальвацию. Но рано или поздно он сойдет на нет, и мы будем довольствоваться все-таки теми трендами, которые присутствуют на рынке энергоресурсов, и уж точно отталкиваясь от них, будем ставить более высокие уровни по девальвации. Пока я считаю, что 66 это предел. Но ниже 65, даже ниже 64 в ближайшее время мы вряд ли уйдем. Европейская валюта против доллара. 1.11.50. Мы видели то, что вчера евро, большую часть торговой сессии, находился под давлением. В конце дня смог выбраться в плюс, но это ни в коем случае не должно заставить вас отказаться от идей, которые предполагают ослабление о курсе единой европейской валюты. Потому что евро остается одним из аутсайдеров рынка, и тот фундамент, который мы анализируем, только поддерживает эту идею. В частности, что могло стать причиной роста евро вчера? Ну, как вы знаете, из содержания экономического календаря вчера вышли данные по рынку труда Германии. Отсчет в целом очень хороший. В частности, заявки на пособие сократились 11-й, между прочим, месяц подряд уже. Что касается общего уровня безработицы, то он находится на минимальном уровне с 1992 года. На текущий момент это рубеж 6,1%. И очень важно то, что на эту статистику никак не повлиял приток иммигрантов на территорию ряда европейских стран, ну и прежде всего Германии. Хороший знак для рынка труда, но не знаю, сможет ли немецкая экономика закрепить этот позитив и продолжить его, собственно, транслировать в следующие отчеты. Почему я отметил в начале, как только переключились на пару евро-доллар, то, что евро остается под ударом? Дело в том, что помимо рынка труда Германии вчера еще вышел индекс потребительских цен еврозоны. Вот это самый серьезный отчет сейчас европейского происхождения. Если сравнить со статистикой, к примеру, для доллара, это европейский non-farm payroll, можно так отметить. В частности, индекс потребительских цен является для нас связующим звеном между нашими ожиданиями и фактическими действиями со стороны Европейского центрального банка по более агрессивным экономическим стимулам. И в частности, если говорить про вчерашнюю статистику, индекс потребительских цен в годовом выражении составил 0,2% против прогноза 0,3%. То есть, вы помните, мы стали готовиться к слабым цифрам, поскольку получили подтверждение о снижении потребительской активности со стороны экономики Германии на экономе. И сейчас видим то, что и по еврозоне этот индекс также просел постепенно смещаться к нулевой отметке. И мы можем говорить о том, что о слабости уровня инфляционных ожиданий обусловлено низким показателем спроса, слабой потребительской активности, снижением ценно-энергоносителей. Я думаю, что ни в коем случае нельзя забывать также про тему Brexit, к которой мы периодически возвращаемся и понимаем то, что с точки зрения именно благополучия для валютного блока, наверное, Brexit сейчас несет самые значительные риски. Правда, они пока не очевидны, но я думаю, что скоро они проявят себя во всей красе. И вот эти риски, которые мы сначала прогнозируем для экономики Англии, просто не могут не сказаться на ухудшение соответствующих показателей деловой активности в рамках всей еврозоны. Поэтому потребительская активность с большей долей вероятности будет продолжать снижаться, по крайней мере до конца этого года. Соответственно, индекс потребительских цен будет также тяготеть сначала к нулю, что тут осталось уже 0,5%, а потом уже и отрицательное значение. Поскольку индекс потребительских цен снизился, я думаю, что мы можем с вами уже фокусироваться и настраиваться на заседание Европейского центрального банка, которое состоится 8 сентября. И это заседание будет интересно тем, что мы получили дополнительный сигнал потенциальной решительности. Конечно же, дело не дойдет сейчас до радикальных действий. Но может быть продление сроков действия программы количественного смягчения за март 2017 года. Почему бы нет? Снижение процентной ставки нам пока не нужно. В идеале бы, конечно же, получить такое решение, но все-таки адекватно настраиваться на то, что это может случиться в ближайший квартал, не стоит. Но вербальные намеки – это тоже, скажем, хлеб. И их будет вполне достаточно, чтобы сохранить этот понижательный вектор давления на евро. Помимо Европейского центрального банка, не забывайте о том, что сейчас в любой момент серьезно ослабить рисковый активы может сильный доллар, который продолжает набирать обороты. И я думаю, что этот восходящий тренд по доллару сохранится какое-то время. Ну, если уж и в пятницу нон-фармпэлс не подведут, я думаю, что этот импульс может продлиться больше месяца. Интересно, каким уровнем за этот период сможет подобраться американская валюта. Фонд против доллара – 1.3141. Сейчас мы видим то, что фонд также пользуется спросом, но локального характера, не нужно транслировать это в то, что этот рост может завести фунт выше 1.32 и поспособствовать еще большему восходящему ралли. Вчера, как вы помните, мы сделали ставку на то, что если фунт нуждается в триггере, то в качестве такового триггера могут выступить данные по американскому рынку труда. В частности, вчера вышел отчет по ADP, в частности, 177 тысячи новых рабочих мест против прошлого, точнее, против прогноза 175 тысяч. И как раз сильный отчет по американскому рынку труда стал причиной отскока пары фунт-доллар от локальных максимумов. Я уверен в том, что в любой момент при, опять же, более очевидном, даже в рамках торговой сессии, восстановительном импульсе доллара давление на фунт может резко разобновиться. И мы помним, что сегодня, помимо ориентиров на американца, у нас есть еще и статистика по Англии, на которую мы должны обратить внимание. В 11.30 по Москве будет отчет по индексу производственной активности по делу активности в производственном секторе. И вы помните, что прошлые отчеты указывали на то, что этот сектор британской экономики находится на многолетних минимумах, то есть явно подтверждая лицензионные состояния. Поэтому, если сегодня мы снова видим плохую статистику, а по прогнозам именно такой мы увидим, значит, это позволит трейдерам вернуться к вопросу эффективности и достаточности тех мер стимулирования, которые принимаются со стороны британского регулятора. То есть это все будет в дополнительный раз настраивать нас на ожидание следующего заседания Банка Англии, где мы готовимся к еще одному шагу по сверхагрессивному стимулированию и снижению ставки как минимум до нуля. В планах Банк Англии именно такая цель сейчас и значится. Поэтому фунт доллар у нас остается среднесрочным долгосрочным активом на распродажу. Ждем закрепления ниже отметки 1.30. Доллар японская иена 103.29. Продолжается восходящее движение. Уже далеко мы поднялись от поддержки 100 иен за доллар. И понимаем то, что сейчас американец пользуется тотальнейшей поддержкой со стороны национального фундамента. Не успели мы исчерпать потенциал жестких комментариев со стороны Джанет Хиллен и Стэнли Фишера, как тут же в игру вступили другие заявления со стороны также высокопоставленных чиновников США Эванса и Розенгана, которые также подогревают рынок к скорому решению по ужесточению монетарной политики. Отмечают то, что оснований для этого по-прежнему очень много. Без поддержки доллар вчера не оставил и статистика. Как я уже отметил, по версии ADP количество новых рабочих мест составило 177 тысяч. В частности, пересмотренный прогноз, точнее пересмотренный отчет за прошлый месяц показал то, что в июле было создано порядка 200 тысяч новых рабочих мест. То есть круче некуда на самом деле. И с таким позитивом мы сейчас подходим к завтрашнему отчету Non-Farm Parals, которые, исходя даже из корреляционной связи и таких же оптимистичных ожиданий, которые присутствуют, может еще больше поддержать позиции доллара. Но прежде чем мы переключимся на Non-Farm Parals, нам нужно сегодня отторговать статистику, которой очень много. В частности, по содержанию экономического календаря даже в 15.30 нас ждут традиционные на четверг заявки на пословие возработицы, также отчет по производительности труда и в 17.00 индекс активности ISM и индекс разгона инфляции. Все эти отчеты сейчас имеют потенциал куда более значительного влияния на доллар, чем, скажем, имели месяц назад или чуть больше. Поскольку сейчас мы фокусируемся и следим за каждым отчетом, потому что понимаем, что каждый статистический релиз может приблизить нас к идее повышения процентной ставки. И если они общим фоном поддержат доллар, то есть если по большей части из этих релизов мы увидим прирост, тогда вероятность повышения процентной ставки до конца этого года уже перевалит, наверное, процентов за 70, а на сентябрь точно уже за 50%. В общем, продолжаем готовиться к самому долгожданному событию, возможно, этого года, поскольку не дождались в первом полугодии действия со стороны ФРС, а возможно, это случится уже по итогам заседания, которое состоится в сентябре. Хочу отметить еще другие активы, в частности канадца, поскольку вчера по ВВП мы увидели в Канаде очень плохой отчет за второй квартал минус 1,6 в годовом выражении. Просадка против прошлого роста на 2,5. И это как раз еще резонирующий эффект от, помните, ключевого форс-мажора, который случился в Канаде, это страшные пожары в главном нефтяном регионе, это в Альберте. Сейчас мы видим, как тот форс-мажор дисконтируется в основные макроэкономические отчеты. До выхода данных по ВВП у нас были очень слабые показатели по роничным продажам, по потребительской активности, по рынку труда, по торговому балансу мы видим просадку по экспорту. И все это, конечно же, готовит нас к тому, не стоит ли банку по Канаде снизить процентную ставку. Если мы посмотрим на инфляционные ожидания, то сможем убедиться в том, что стоит, поскольку есть для этого все необходимые условия. И самое главное, даже не то, что есть условия, в этом есть острая необходимость. Поэтому USDCAD у нас будет находиться в восходящем тренде. Сейчас пара торгуется на отметке 1,31 с небольшим. Я думаю, что мы смело можем придерживаться нашего ближайшего сопротивления, которое находится на уровне 1,32. И еще хотел отметить новозеландского доллара против американцев. На азиатской торговой сессии мы видим, как пара растет, отыгрывая данные по торговому балансу. В частности, сегодня стало известно то, что экспорт по итогам прошлого месяца вырос на 10,2%. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь не стоит расстроить никаких оптимистичных иллюзий, поскольку на самом деле не все так хорошо. Даже если экспорт и вырос, не забывайте о том, что за последние несколько месяцев серьезно опросили цены на сырье, в частности, на молочную продукцию. Мы также понимаем то, что курс новозеландца сейчас очень высок, поэтому в выручке в новозеландских долларах увеличение экспорта не привело к соответствующим и сопоставимым восходящим динамикам и росту по денежному выражению. Потому что в денежном выражении из-за снижения ценной энергии носителей и дорогого национального курса валюты ничего не изменилось. Поэтому здесь позитива, в принципе, искать не нужно. Нужно понимать то, что новозеландская валюта будет дальше реагировать на текущую ситуацию, которая складывается в отношении американского доллара, поскольку доллар является сейчас ключевым триггером для роста буквально всех финансовых активов, не только рынка Форекс. Поэтому NZDUSD сейчас торгуется на уровне 0.7256. Мы ждем закрепление ниже отметки 0.72. Австралиец против доллара 0.7538. Ждем тестирования планки 0.75. USD с виси понемногу, планомерно движемся в район паритета. Сейчас котировки 0.9834. И уверен то, что если Nonfarm Pell завтра не подведет, тогда пара USD с виси сможет уверенно преодолеть сопротивление 0.99 и приблизить нас к нашей заветной цели. Из важных отчетов сегодняшнего дня в 11.30, как уже отметил индекс деловой активности в производственном секторе Англии, ждем слабую цифру и ждем давление на фунт. И в 15.30 заявки на пособие по безработице, производительность труда в США в 17.00. Также еще один блок статистики из Штатов. Это индекс активности АСМ и индекс разгона инфляции. Кодовое слово на сегодня. Время, величина бонуса 15%. Действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Это для тех, кто смотрит их в прямом эфире через Перископ и Фейсбук. Для тех, кто просматривает запись, она будет доступна на нашем официальном канале на YouTube с 11.00 по московскому времени. Осталось пожелать только вам хорошей прибыльной торговой сессии, безусловно попутного тренда. Ну а увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания.